Управ делами президента потратит более 13, ну почти 13 миллионов рублей на покупку продуктов, в том числе красной икры и лосося, куда бы ты думал, вот там, не знаю, к себе в администрацию, там какой-то фуршет, нет, в клиническую больницу номер один, где лечатся чиновники и сотрудники администрации президента, Согласно документам закупки, для старейшего учреждения кремлевской медицины на 22-й год планируют закупить говядину, на минуточку, более 780 рублей за килограмм, я думаю, какие-то стейки там, 780 рублей за килограмм говядины, икру зернистую, более 5000 рублей за килограмм, Рыбные консервы по 400 рублей за килограмм, и вот прям самое шокирующее, огурцы по 255 рублей за килограмм, я не знаю, их там может быть как-то по спецпроцедурам будут им в задницу вставлять за такую цену, но просто 255 за килограмм огурцов, я не видел такие цены в магазине, Лосось, 1,8 тысяч рублей за килограмм, свининка, 1800 рублей, а что это за цену на лосось? Ну, прекрасный лосось, видимо, такой, целовать его будут там, я не знаю, что, ну, это просто безумная цена, я покупал целого лосося, вот он стоил, а, ну, кстати, наверное, таких денег и стоил Да ну нету, нет, а ты можешь за мной килограмм ты покупал? Ну, не, ну, может там особенный, может его переводят в святой воде, как-нибудь там Вот, да, там выращивали там, да, где-то и так далее, свинина по 400 рублей за килограмм, селёдочка по 226, помидорки по 323 за килограмм, вот судака по 524 рублей за килограмм, судак это пол лосося практически, ну, треть, да? И треска по 525 рублей за килограмм. Очень интересно, что победителем закупки стала некая ООО «Фелис». Эта фирма, по данным, значит, Spark вот этого, ну, системы, да, была создана всего 9 месяцев назад, но по какой-то вот нелепой случайности уже успела заключить 17 контрактов с различными государственными структурами на сумму около 10 миллионов рублей. Она поставляет колбаску, соки, творог, сыр, хлеб для московского метрополитена, а также мясо и птицу для Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России. Ну, прекрасная новость. Очень интересно, да, жена какого чиновника руководит этой фирмой или дети каких высокопоставленных господ являются ее учредителями? Это такая классическая на сегодняшний момент ситуация, которая показывает, насколько в нашей стране правит балл коррупции, волонтаризма и просто абсолютное пренепряжение, да, всеобщим каким-то, я не знаю, там, отношением или законодательством. Слушайте, вот эта тема с закупками управделами деликатесов, икры и лосося для закрытых медицинских учреждений для чиновников, это ситуация настолько вопиющая, потому что, в принципе, закрытые учреждения для чиновников во всем мире являются коррупцией. То есть, если, например, где-нибудь во Франции или в Германии или в США какие-нибудь сенаторы или их депутаты лечились бы не в общих больницах, а в больницах, которые свои на уровне законодательства, это было бы признано преступлением. Но в Российской Федерации это является не просто нормой, это является открытым на показ. Вы представляете, что такое лежать чиновнику в больнице и есть красную икру? Не перловку с водой, а красную икру. То есть, вот эта сословность, которую российская власть на протяжении долгого времени пытается в нашей стране сформировать, оно заключается в суперневероятных, сказочных условиях жизни, которые поднимают на уровень и отрывают от рядовой массы граждан. Вот они как раз в том числе подобными механизмами и достигаются. Я убежден, что если чиновники, которые управляют нашей страной, которые развивают там в том числе медицинскую сферу, экономику в целом, довольны своими итогами, они должны идти и лечиться в этих медицинских учреждениях. В тех, где вот эти услуги получает каждый житель нашей страны. Если они недовольны итогами своей работы, они должны к чертовой матери подать все в отставку. Это в лучшем случае. В худшем случае должны предстать перед судом за итоги своей некомпетентной работы, там, лиховатному отношению. Вместо этого, представляете, им говорят, ребята, вы довольны своей работой, но в полихлинику не идите, в больницу ни в коем случае не ложитесь в обычную. Идите в свое медицинское учреждение. Там и с питанием все хорошо, и штукатурка вряд ли падает, и краска не отколупывается, и на полу вас точно не положат. Там всегда для вас будет место. Эти учреждения не переполнены, потому что рядовых граждан туда не пускают. Представляете, какой социальный перекос, не в части официальных доходов граждан, реально располагаемых доходов, где у этих чиновников в десятки, в сотни раз отличается зарплата от средней пенсии, например, или, я не знаю, средней зарплаты по стране. Это же еще и на уровне социальных гарантий. То есть это не льгота, это привилегированность, что на одного чиновника, на его медицинское обслуживание тратится в сотни, в тысячи раз больше, чем на среднего гражданина нашей страны. Вот система, которая построена в Единой России. Вот эта система, за которую топит правительство, принимая бюджеты каждый год. И когда мы с вами видим и говорим, как это стало возможно, в бюджет такой приняли, где, управ делами, заранее заложили вот эти 13 миллионов рублей, которые будут не просто потрачены на роскошь чиновников, которые позволят отдельным жуликам на этом обогатиться. Но если они покупают говядину по 700, по 700, блин, 80 рублей, ну, слушайте, ну, нельзя купить дешевле, что ли? Вы не можете сделать закупки по средним ценам на говядину? Посмотрите данные Росстата, сколько у нас стоит килограмм говядины? Посмотрите, сколько стоит, я не знаю, килограмм, что там, свинину они покупают, огурцы, какие 250 рублей? Вы с кого делаете дебилов? Вот в нормальном правовом государстве, где народная власть, а не власть жуликов-воров. После этой новости Следственный комитет незамедлительно выехал бы не только в ООО «Фелис», выехал бы в управ делами правительства. Они взяли бы в наручничках, в черный вороночек, посадили человека, который отвечает за эти государственные закупки, организовывает эти конкурсы, начальника этого отдела, начальника управ делами, отвезли бы этих господ, поставленных в очень дорогих часах и очень дорогих предметах роскоши, отвезли бы их в здание, я не знаю, тех или иных правоохранительных органов, и там бы в течение самого кратчайшего срока вынесли бы все необходимые постановления и документы, отвезли бы их в суд, и эти люди не просто поехали бы в места заключения, они поехали бы под софиты видеокамер, журналистских вспышек, фотоаппаратов, и об этой ситуации в этот же день, а может быть даже в прямом эфире, видела бы вся страна. И вот это было бы государственным заказом и сигналом для каждого жулика в стране, что этой грязи больше не будет. Почему власть этого не делает? Потому что из вот этой мерзости соткана, сложена, сшита российская политическая система. Рука руку моет. И те же правоохранительные органы видят эти новости и закрывают на них глаза. Потому что у них свое место для кормушки, у тех свои возможности для обогащения. И всех все устраивает, только рядовые граждане против. Ну, как говорится, кто их спрашивает?